Мы сегодня с вами наблюдаем Готовка Мерзотный вот этот Сладковатый, трупичный Вот этот запах А подъедать вот этот под подушкой шоколад Как это Кважал Круглые, большие, голубые глаза Ясные, смотрят тебе в душу Ты нашего брата не обижай А это мы уже будем готовить отбивную Да, на это Мы сейчас все выдохнули всей страной Фу, все хорошо Жень, привет Могу обнять? Привет 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 Евгения Медведева Фигуристка-одиночница На коньки Женя встала в три года А с 16 начала выступать среди взрослых В копилке Евгении два олимпийских серебра Многочисленные медали первенств мира, Европы и России А также несколько исторических мировых рекордов В произвольной программе и по сумме баллов Слушай, это так необычно Но гимнастка и фигуристка попробуют сегодня приготовить борщ Ты вообще сама готовишь? Я готовлю тогда, когда у меня есть на это силы и время А их, как правило, нет Так что я не могу похвастаться какими-то кулинарными успехами Но когда нужно, я приготовлю, и это будет съедобно и даже вкусно То есть что-то, наверное, во мне такая жилка есть Но не на постоянной основе Мама готовит? Мама, бабушка готовит То есть ты всё детство на домашнем питании, да? Почти всё детство, да Не считая сборов? Сборы, да, понятное дело Но у нас сборы всегда были в Новогорске Там тоже довольно-таки домашние Новогорск, у меня сердце тут забилось Я это вспомнила, эту столовку в Новогорске Я тебя прекрасно понимаю, да Но там были очень вкусные куриные котлетки Если их ещё вот так кетчупом полить сверху Нам нельзя было этого Нам нельзя Кстати, мы всегда завидовали такой, знаешь, доброй завистью фигуристкам Потому что вас не так гоняли по весу всё-таки, как нас Смотря перед какими стартами Нам не важно, нас просто гоняли за вес Да, на постоянной основе такого не было То есть мы могли сесть нормально покушать, конечно Но вопрос питания всё равно был всегда открыт В особенности перед чемпионатами мира и перед Олимпиадой Конечно, было прям жёстко То есть было тяжело Но это дало, естественно, свои плоды И как бы оно сработало Понятно, было тяжело, понятное дело Но оно того стоило Можешь меню рассказать? Вот, например, завтрак Твой завтрак На данный момент? Перед чемпионатом мира и Олимпийскими играми Ну, перед чемпионатом мира У меня всегда в завтрак входил чай И это либо какая-нибудь гречка Это обязательно какие-то углеводы Чай с гречкой так себе звучит Если честно Но я же не заливаю Но тут так было В обед, но между тренировками Там тоже как-то не особо Там всего пару часов, чтобы переварить успеть Тоже какие-нибудь котлетки А супчик? Котлетки, супчик какой-нибудь Но на ужин А на ужина в основном не было Либо это салат Либо это какой-то фрукт Либо что-то А перед Олимпиадой Я даже рассказывать не буду А подъедать вот это под подушкой шоколадку А ну, у меня как-то Да? Пере тренировкой шоколадка Это же святое с цахароську Моя, моя Наша, наша Окей Борщ Сегодня борщ Ты мне сказала, что просто ты его очень любишь Очень люблю борщ Это, наверное, самое любимое мое блюдо Когда я нахожусь в России В любой ресторан, когда я прихожу Я заказываю либо борщ Либо солянку Но солянку я ела всю прошедшую неделю Каждый день по два раза Вот, поэтому, наверное, сегодня я подумала Что пускай будет борщ Ну, тогда ты мной рули, хорошо? Ну, как бы Давай начнем С чего бы мы с тобой начали сейчас? Я бы сварила мясо, наверное, сначала То есть нам нужен бульон Мориль варить или потушим с лучком на сковородочке? Я думаю, варить Варить, хорошо Давай, ты тогда вот этот шмат тебе нужен? Или чуть-чуть поменьше? Я думаю, поменьше Порежешь Половиночку Хорошо А ты мне сказала, Александр, умоляю, только без лука Но борщ без лука, в моем представлении, это прям печалька Почему без лука? Я сейчас расскажу историю, почему без лука Я в конце прошлого года болела коронавирусом очень-очень сильно Ну, то есть там и больница, и осложнения, все вот, да И, естественно, самая главная история коронавируса Это в чем? Что теряются запахи и вкусы Да У меня их отбило напрочь, наверное, недели на две И только потом, где-то через две недели У меня начали возвращаться ароматы и запахи Но я, например, я беру яблоко И я понимаю, что оно Я вижу яблоко разрезанное, это свеже-зеленое Вот так оно должно пахнуть И я чувствую запах жареной курицы Серьезно? У меня поменялись вот так вот ароматы все, запахи У меня все это приходило в норму, наверное, на протяжении Ну, месяца трех, наверное Так потихонечку-потихонечку все пришло в норму Но лук не поменялся Вот как вот это, не при столе будет сказано Знаешь, мерзотный вот этот сладковатый, трупичный вот этот запах Я не могу меня выворачивать просто Не во всех формах причем Отложим Я вообще не понимаю Я до сих пор не поняла, в каких блюдах Лук тебе пахнет трупом, да? Да Как будто бы Сейчас тоже? Боже Ну, тогда убираем лук, друзья Друзья, все мы хоть раз были в такой ситуации Неожиданно пришли гости и нужно быстро соорудить что-то на стол Делюсь проверенным и быстрым рецептом Рулетики канапе из бекона Я беру бекон от Инди Лайт Все мясные деликатесы и полуфабрикаты Инди Лайт От ветчины до сосисок Приготовлены из стопроцентного мяса индейки Специальная бережная варка позволяет сохранить всю его пользу Для начинки нам понадобится зелень и грецкий орех Отправляем в блендер буквально 10-15 секунд И все готово Мне кажется, что это просто браво Сам себя не похвалишь, но это красиво и вкусно Друзья мои, приятного аппетита Расскажи мне, пожалуйста Чем сейчас ты дышишь? Чем сейчас твоя головушка светло занята? Какими мыслями, планами, проектами? Чем занята моя голова? Сейчас вот мы закончили спектакль в Сочи Спектакль Анны Карениной Мы откатались 48 шоу Я там впервые встала в пару То есть сначала моя голова была забита именно тем, что как бы научиться делать сложные элементы в паре за пару месяцев В принципе, мы с Сашей Энбертом очень и очень хорошо справились Он меня всему научил А не думала вот взять и вот такая вот первая фигуристка, звезда личного кота, не уйти в еще и в дуэтную тему? Ну, это было бы, безусловно, интересно Для всех, для всего мира Для всех, да Но как бы всем было бы весело, но не мне Давай я уберу вот это вот мясо, мне кажется, нам не понадобится Заберу вот этот кусочек Я же весь жир вырезаю, не могу Ты тоже, жир убираем? Жир убираем, да Жир убираем Все, убрали жир А вот немножко, чтобы чуть-чуть вот было пожирно Не люблю, нет, я наоборот попастнее люблю Конечно, я хочу тебя поспрашивать о всех этих околоспортивных штуках Но мне это интересно сегодняшнее Вот действительно, какие планы? Вот ты так и не договорилась Да, вот я рассказываю Мы откатали 48 шоу в Сочи, вернулись обратно И сейчас у нас проект под названием, думаю, всем известный, ледниковый период И сейчас, собственно, я здесь нахожусь с репетиции сразу же И сейчас мы снимемся, и я поеду обратно на репетицию еще там до ночи Подожди, а ты уже знаешь своего партнера или как? Да, я катаюсь с Данькой Милохиным Да ладно? И как он? Рассказывай Вот честно, я сейчас расскажу, как я ехала на первую пробу Я, наверное, ехала просто как на смертную кассу Думаю, Милохин, тиктокер, коньки, фигурис А ты подписана была на него до этого? Нет, а мы, кстати, до сих пор друг на друга не подписаны Мы в работе все Как-то мы в инстаграм не заходим Приехала я в этот несчастный авиапарк В котором были пробы И там Милохин? И там Даня уже сидел, ждал И я как-то сразу успокоилась Потому что она только А, что делать? Вот эти круглые, большие, голубые глаза ясные Смотрят тебе в душу Давай, научи меня кататься Я готов, да, я понял, я все понял, все понял И как-то он настолько быстро схватывает И он оказался намного сильнее, чем он кажется То есть он такой худенький, казалось бы, хиленький Да, на самом деле там силы-то достаточно Ты так сейчас показала? Если бы это не мое было шоу Я бы сейчас раскрутила Без шуток, пожалуйста Обязательно Это не камеди, не камеди, да За этим другое место Я к твоему мужу ищу Хорошо Оказался он намного сильнее, чем вообще мы все думали Быстро встал на коньке? Довольно-таки быстро Он занимался, во-первых, хоккеем То есть есть опыт Понимание, как держаться на тоненьких лезвиях На льду Но все равно это далеко от фигурного катания Так что тренировок много Вот мы сегодня уже сколько-то Три часа отработали Еще вот вечером поедем Тоже, наверное, столько же отработаем Ляся, ты попросила меня заснять видео Вот Даня Твердо стоит на коньках Живой, здоровый Боже, не надо, пожалуйста Даже так Вот Ну и что, и как ты оцениваешь ваши силы с Милохиным? Слушай, наверное, об этом нужно будет объективно говорить после первых съемок Потому что, во-первых, мы не тренируемся с другими участниками в одно время Мы не особо видим И даже если мы на одном льду находимся Ну мы, ну вообще, последнее, что мы делаем Это смотрим друг на друга Потому что у нас ограничено очень время И нужно быть прям подготовленными хорошо Поэтому мы смотрим в основном только на себя И как бы это не спортивная лирика какая-то А вот мы реально смотрим только на себя Потому что, ну, времени вот прям вот в обрез Жень, я правильно тебя поняла? Ну, то есть шоу у Авербуха Шоу сейчас на Первом канале Что ты, ну, немножко подзавязалась с карьерой уже все Нам тебя не ждать В этот сезон как бы сто процентов нет Я для себя уже решила, что, наверное, вообще не стоит даже пытаться в этом сезоне Потому что в тысячамиллионный раз говорить про травмы как-то сейчас особо не хочется Но главную роль играют они в моем решении Вот Ну, заявлять, что ты ушла, пока нет Просто этот сезон пока пропустишь, да? Просто по, как сказать, по опыту других людей, да? То есть сколько я на своем веку уже видела людей, которые, ну, вот у меня на глазах заканчивали спорт И когда они заявляли об этом, это был какой-то просто вселенский траур, да? И, наверное, это у людей очень сильно в голове идет большое разделение, да? То есть я заканчиваю спортивную карьеру И все человека провожают, как вот на похоронах И вот начинается это Ой, вот это вот так жалко Вот она ушла от нас Как будто бы, ну, серьезно Как будто бы я из жизни ухожу, да? Ну, одна жизнь заканчивается, другая начинается Не все это понимают То есть не хочется исчезать Вот так вот Ну, ты-то не исчезаешь Я как бы я со льда не ушла никуда Я очень часто появляюсь на шоу, на спектаклях, на всяких, да? То есть меня стало даже больше То есть если в соревновательный период я появлялась на льду Сколько у нас? Ну, 8-10 соревнований, да? То сейчас я уже 48 спектаклей откаталась за лето Получаешь удовольствие? Получаю удовольствие Что нет оценок, нет вот этого давления, да? А лед остался, твое любимое дело осталось Да, мне нравится творить Мне нравится Мне даже нравится то, что мы сейчас вот с Данией и Милохиным делаем Потому что, во-первых, это другое То есть 18 лет в спорте, это круто, это здорово Но когда ты чувствуешь, что вот оно вот в тебе бурлит Ты вот хочешь вот это попробовать Ты хочешь попробовать хореографию новую Ты хочешь колесо на льду сделать И не хочешь потом ждать оценки То есть правильно я подытожу Ты, то есть как бы не то, чтобы ты попрощалась со льдом Но со спортом завязала На данный момент, да, на этот сезон точно То есть на Олимпиаде меня, если только ждать То в роли посла российской сборной То есть как я в Токио и была, хоть я туда и не поехала На Китай моя должность остается Ты с этого года же стала студенткой МГУ? Да Так, вот это вот расскажи, мне очень интересно Решение пришло, когда я была в Сочи на спектакле Анны Каренина Я почувствовала, что мой мозг начинает как-то очень сильно развиваться и работать Я начала очень много читать книжек, что я никогда в жизни не делала Какие книжки сейчас читаешь? Я очень люблю саморазвитие Как я называю инструкцию к жизни Психология Мне нравятся книги, как устроен человек По питанию мне нравится Не то, чтобы я была каким-то задротом по питанию Но мне все равно интересно Но Антирак очень интересная книжка Да, это такая прям Да, да, да Вот как вот питание влияет на извлечение людей А какая мысль, вот прям прочитанная, последняя на тебя повлияла? Знаешь, на меня повлияла книга «Искусство минимализма» И, наверное, больше не в домашней обстановке как-то сделать себе минимализм Одна кружка, одна тарелка и как бы одна вилка, и все Гости приходят с пластиковыми, не совсем так Но в жизни на меня это довольно-таки сильно повлияло Помешать, наверное, можно? Да Так приятно Вот что значит, спортсменка и чемпионка Взяла все в свои руки Бегает, мешает, говорит складно красиво Готовить учиться, да? Готовить учиться, а я наслаждаюсь просто Бабка Ляся на пенсии, значит, это так хорошо Так, начиталась книга и поняла, что хочешь куда-то поступать, да? Да, и я подумала, что, наверное, вот оно, наверное, мне нужно начинать браться прям за учебу Вот как вот все нормальные люди, да? Вот, и в МГУ теперь учусь, вот студенческие получила недавно С первого октября начинается учеба Сдала... На кого? На кого? Кем станешь? Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере Ого! Короче говоря, продюсер Продюсер Вот, и пошла я туда исключительно за знаниями Потому что мне действительно интересно, как оно все устроено изнутри Вот, надеюсь, что так оно и будет, что я там многому научусь Вот, и что-то еще хотела сказать? А, между прочим, сдала вступительный тест по английскому Ну, для того, чтобы просто определение уровня английского языка И какой у тебя? Я попала в сильнейшую группу Молодец Пусть похвастаете тем, что я там все без ошибок сделала Нет, ошибок было вот так вот Тест был довольно-таки сложный И так еще вышло, что у меня английский язык разговорный То есть я не сидела правила, не зубрила, не учила И я научилась разговаривать То есть я со сленгом разговариваю Я тебе помогу? Да Пожалуйста Пожалуйста Спасибо И я разговариваю со сленгом И как-то на таком, как говорится, на кастрированном английском языке То есть он неполноценный Правильно ли я понимаю твои амбиции? Ты хочешь стать продюсером И потом создавать какие-то такие вот шоу, которые сейчас создает Авербух Я хочу понять, это то ли, чего я хочу именно Потому что я люблю создавать Мне интересно делать программы Мне интересно создавать образы И как-то у меня было Делать программу свою, в смысле вот То, что ты катаешь? И свою, иногда вот слышишь музыку И вот тебя вот так парализует И ты сидишь такая Надо сделать что-то с этим Какой последний трек так вот тебя парализовал? Последний трек О, господи, я даже сказать не могу Напой Не, 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 давай вот без пения Морган, Морган, нет, нет Даня Милохин Нет Нет Что же у меня такое Классика какая-нибудь Я люблю классику Рифтер Вот сейчас молодое, очень талантливое Я очень люблю Людовика Инаузи Очень люблю Вот все композиции очень-очень так трогают душу Я очень люблю композиции, которые Когда слышишь что-то типа Мьюз, эксогенезис, под которой я каталась Когда вот ты слушаешь, ощущение как будто бы Вся жизнь там Воздух густеет, как будто бы Все вот плавать начинает И вот время замедляется Вот это вот прям круто Это не обязательно на каких-то Лирических композициях происходит То есть на энергичных тоже И вот такой вот у меня индикатор То есть когда меня вот Я когда в потолок смотреть начинаю При прослушивании музыки Тогда Это значит оно Попали Так, картошечку, ребята Отправляется Сейчас будем чуть-чуть ускоряться Чтобы мы с тобой Зажарочку надо сделать Успели все Так, свеклу Да Белый пиджак Можно это сделаю я? Настало твое время Да, больно, больно Хоть от кого-то я это услышала Мое время настало Нож Давай Про тренировки Про жизнь в Канаде Поговорим? Поговорим? Почему нет? Это было? Почему вы об этом не поговорили? Это же другой менталитет Другая страна Вообще все другое Много чего другого было, да Вот что тебя прям потрясло Типа из Сери Да, серьезно? Вы шутите? Вот так у вас тут устроено все? Сначала Меня потрясло Наверное Самым первым В самый первый день Пребывания там Что люди на улице Могут подойти И такие Оу, I like your shoes Where did you get them? Я такая стою Что вы от меня Что вам нужно? Вам денег дать? Что? У меня ничего нет Они просто так подходят И говорят А, ты такая классная У меня есть друг Который может подойти На улице К кому-нибудь И сказать Блин, чувак Ты так классно выглядишь И люди просто Округляют глаза Разморачиваются И уходят И он стоит Так, ну я же комплимент Сделал Так, кроме этого Не знаю Залы какие-то Что-то у тебя В еде Может что-то потрясло В еде Наверное Первый месяц Мы не понимали Чем питаться Ну, понятное дело Что-то фастфуд Что там Не-не-не Там магазины есть Но С нормальными продуктами Естественно Ты кубики делаешь, да? Я кубики делаю Хорошо, давай Я буду слушать Все тебя Вот И Мы не сразу Просто поняли Что существует Русский магазин Он там называется Ями-маркет И он находился Где-то В 20 минутах Езды от нас И вот Это был Наш магазин То есть там Продавалось все Вплоть до Я не знаю Шпроты Шпроты Сырки Глазированные Что еще там Творожная масса С изюмом Знаешь Вот это вот Гостовская Вот это Потрясающе Просрочное вино В пакет Нет, такого Там вроде Не допускается Ты за таким Не ходила Просто Нет Нет Вот Ну Как бы С едой Все наладилось Окей Но самое интересное Там было Что арена На которой Я каталась Там сам Ледовый дворец Окрайни, пожалуйста Там Ледовый дворец Белый пиджак Да Красные руки Называется Крикет Крикет клуб И Это Центр Керлинга И фигурного катания И Сама арена Она была Чуть меньше Чем стандартная И Она без бортов Ай То есть Там Вот Вот такой Вот порожек И ты просто Делаешь Шаг на лед И все Бортиков нет Это было Очень странно И страшно Поначалу Потому что Ну габариты Да Арена Меньше А какую Ты скорость Максимально Развивала Вот эти все Никогда не замирала Мне казалось Что ты неслась В один момент Даже как Феррари Просто Мне кажется Километров Сорок Наверное В час Примерно Сорок-пятьдесят А выглядит Как будто Сто пятьдесят Ну бог Летет Щеки Туда Язык Ну жизнь В Канаде Это же не только Спорт был Правильно Знаешь В основном Только спорт Только спорт Было довольно Такие удачное Расписание Что в первой Половине дня Я тренировалась Вот без перерыва С утра До дня Вот прям Подряд 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 Два зала Два льда Еще там Тренировка В тренажерном Зале Там Заминка Вот это все Там Можешь К врачу Съездить Сходить Массаж Так ты толком И не понимала Что ты в Канаде Что-то поменялось У меня был один маршрут Дом Каток Каток Дом Возможно иногда В даунтаун ездили Там По развлекаться Немножечко с друзьями В выходной Один В выходной Или перед выходным Да Что-то Такой Немножечко голову развеять Но в основном Был один маршрут Вот И получается Первую половину дня Я отрабатывала А вторую половину дня Я Лежала на диване Смотрела Нетфликс Что кстати Смотрела Расскажи Очень интересно Про сериалы Очень классный сериал Посмотрели Называется Пастырь Так Нет Я не смотрела Называется Пастырь Там Очень Забавная История Про Пастыря Непосредственно Непосредственно Честно Нужно Также у меня есть информация Что ты сериал Шерлок Смотрела Семь раз Да О да Шерлок Да Что зацепила Угадай Шерлок Это Дорогие друзья Мы сегодня С вами Наблюдаем Готовка Так держи Я все правильно делаю Ты наверное Уже сейчас Я хочу Поесть Нормально Лук Но я не могу Найти лук Который мне не воняет Ты его учуешь Даже там Да Мама недавно Сварила Как раз таки борщ Я приехала Из Сочи На два дня И мама такая Я сварила Тебе борщ Типа Иди поешь Она мне наливает Тарелку А меня просто Выворачивает Наизнанку Беда ребенок Я говорю Мама Я не могу Она на меня так Обиделась Я говорю Ну я не могу Он воняет Он говорит Ты что гонишь Он не воняет Я не могла Сварить вонючий борщ Я говорю Он мне воняет Я еле объяснила Что он вот воняет Вот только мне Больше никому Как бы Это от меня зависит Было у тебя такое Что в жизни Отношение к чему-то Так же поменялось Как сейчас к луку Слушай Пока нет Пока что нет Любила-любила И все Не могу вонять Ну с людьми так было А у кого так с людьми Не было Конечно было Но В подробности Вдаваться не буду Но Там Не знаю Какие-то хобби Или Какие-то Ивенты Или что-то такое На которые Все Больше никогда В жизни не пойду Знаешь Такого нет С людьми Если только И то Не без причины Такая особая Была причина Акратно Ты меня не режь Как это Как она Помощь зала Полосочками Ну вот так Полосочками Ну вот так Как Соломка Спасибо Соломка Соломка Ну Я не знаю Не так получается А ну вот Вот она Так И ты училась Рассказывай Я человек Который Довольно-таки Сильно Привязывается Очень И преданный Спортимент Ну да Куда деваться Ну К сожалению Не все люди Такие И По первости Было сложно Это принять Вот Когда книжки Начала читать Про психологию Поняла Что как бы Редко Такое встретишь Когда Два преданных Человека Встречаются В жизни Вот И как-то Позабила Немножечко Знаешь Так Ладно Пусть Пусть будет так Как-то И перестала Просто воспринимать Близко к сердцу Обиду перестала Воспринимать Ну да То есть Это тебя перестало Окусят Можно я Я очень люблю Просто капусту Капуста Это очень вкусно Нам уже всем В детстве Рассказывали Много будете Есть капусты Все будет Красиво Здесь Слушай Вот эта вот Вся история Чтобы у нас Прессо Неправильно Потом Знаешь Какие-то Заголовки Очередные Это история Со спортом Связана Нет Это со спортом Вообще Никак не связана И человек Тоже со спортом Вообще Никаким образом Не связан Поэтому Какой-то Привязки К определенной Личности Публичной Ее нет Неудачный Роман Такая же Там Нравился парень Заголовки Другого характера Пошли Окей А это мы уже будем готовить Отбивную В следующей части Можем об этом поговорить Ну а с тренером У тебя хорошее отношение Знаешь Сейчас да Пишут разные Просто Хочу узнать От первого лица Ну Как спортсмен Спортсменки Ну Все что происходило После Олимпиады Как бы Ну Не стоит скрывать Потому что Ну Там Массы Не знают Да То есть Все равно Личные Какие-то дела Но сейчас Авторитетно заявляю Что сейчас Все в порядке Как бы Общаемся И я Катаюсь на Хрустальном И Все хорошо Видимся Разговариваем То есть Нормально Все Я поняла Мы сейчас все выдохнули Всей страной Фу Все хорошо Ладно Смотри Вот эту вот Поджарочку Я сюда Да Наверное Наверное Давай Давай Капуста 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 Тоже достаточно Мы поговорили Про Канаду Ну так Скользь А я Еще слышала Про Японию Это же вообще Какая-то отдельная Галактика Мне кажется Да Сколько времени Ты там провела Ты там Мега популярна Просто Очень много Времени провела Это сколько Вот скажи Наверное Начиная С 2016 Года Как минимум Два месяца Летом Там проводили Ну А где Конкретно Токио Не знаешь Если там Шоу То они идут Туром То есть По разным городам Я даже По рукам Не пересчитаю В скольких Городах Я очень понравилась В Японии Я Естественно Киото 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 Очень понравилась Нагана Там самые вкусные Фрукты Которые Я когда-либо В своей жизни Пробовала Наверное Если меня спросят Самый мой любимый Фрукт То есть В России Я наверное Назвала бы Либо арбуз Либо дыня А в Японии Я бы Назвала бы Мускатный Виноград Он вот такой Большой Гроздью Большой Гроздью Продается Такой Ровный Такой Прям идеальный Ни одно Ни пятнышка Ничего В упаковке Подозрительно Красивый Да И вкусный Очень Подозрительно Красивый Очень Подозрительно Дорогой Очень Подозрительно Вкусный Он вот прям Хрустит Как яблоко Без косточек И вот Прямо Это какое-то Национальное блаженство Очень вкусно Чем отличаются Японские болельщики От российских Наверное Я не смогу Точно ответить На этот вопрос Потому что Я русская И в основном Я чувствую Энергетику Российских Болельщиков Ты в Японии Просто Любимица Невероятная В Японии Очень любят Фигурное катание Очень любят Фигурное катание И насколько мы все Заметили Фигуристы Так я вообще Ничего не делаю Ничего не делай У тебя сейчас Такая пора Ничего не делай Как здорово Тебя снимают Камеры А ты ничего не делай Это жизнь После спорта Это называется Так Прекрасно Это то чем я Занимаюсь Очень много лет Так Поехали Насколько мы Все заметили Что Японцы Очень Любят Сидеть И Просто Смотреть Как кто-то Просто Катается Красиво Просто Катается Красивая музыка Красивые Платья То есть Эстетика Фигурного катания То есть Если у нас Больше любят Экшен Вот ты отвечаешь На этот вопрос Петерные Фрыжки Короче Нашим болельщикам Нужны трюки Они реагируют После трюков Это неплохо Это просто Разные ситуации Разные менталитеты Разные страны Там же В Японии Больше ценят Именно Вот В сумах Руки Красивая девушка Это такое искусство И придают Именно Дополнительную Романтики Этому Знаешь Пара шоу Которые Вот прям У тебя туда Позволь Блин Круто Красава Знаешь Прям Хорошо Послушай Давай такой Короткий Блиц Твои мечты На данный момент Все сбылись? Глупо сказать Да Потому что Нет Нет? Это тоже ответ Твоя любимая группа? Группа Музыкальная? Да Я люблю Все еще слушаю Эксо Корейскую Поп-группу Да Наверное Они Они? Да Окей Из русских кого-то? И русскую музыку Особо не слушаю Не слушаешь Любимый актер? Любимый актер Сейчас у меня Красивский Картинки Прямо Я зарубежный Смотрю сериалы Фильмы Хорошо Зарубежный Вот так скажу Я давно не смотрела Ни фильмов Ни сериалов Потому что я смотрю аниме Да ладно Я дикая анимешница Да Я не смотрю аниме Я не знаю О чем речь И я могу назвать Любимого персонажа Аниме Как бы Так Дазай Осума Очень такой Яркий персонаж Сейчас мы как О марсианах Разговариваем Я не понимаю Любимая марка Одежда Серьезно? Диор Я угадала Сегодня Ребят Это не реклама Нам Диор Пока не платит К сожалению Но у тебя же Своя коллекция Появилась Да Да У меня Расскажешь об этом? У меня изначально Был мерч Мы запустили Но сейчас Мы хотим Потихонечку Развиваться Именно В сторону Да В сторону Одежды Так сказать Не Связанной Там возможно Даже Со мной Напрямую Да То есть Вот мерч Жени Медведевой Да А вот именно В более модную сторону Да Чтобы это было И комфортно И интересно Если носить Дизайн Улучшаем Улучшаем Качество Тканей А кто мы Ты Не знаю Со своей командой С командой Да Сколько человек В твоей команде Я так Я так Пока что Лично Этим Всем Не занимаюсь Потому что У меня Университет Сейчас Добавился То есть Я вношу Какие-то Свои Правки То есть Я в курсе Дела Но Все равно Все Группы Заведуют Менеджер Ну что Вернемся К Блицу Любимый город Москвы Фу Москвы Любимый город Москвы Какой мой Любимый город Москвы Я обожаю Москву Правда Очень люблю Москву Любимое место Тогда в Москве Район Ну не район А Господи Как это Будет по-русски Area Хорошо Местность Местность Никольская Около ЦУМа Кузнецкий Красная площадь То есть Вот прям Центр-центр Вот Обожаю Многие не любят Я вот Прям Обожаю Прям Очень красиво Самая дорогая Твоя медаль Дорогая Моя медаль Это может быть Медаль Из детства Ну вот Я вот Как раз таки Ее и хотела Назвать В мой Первый Юниорский Сезон У меня Была Очень сильная Травма Бедра И Было Очень тяжело Очень больно Но у нас Поскольку Это только Вот Врывалось В международные Соревнования Мне Мне вот Мне вот Прям Нужно Было Себя Проявить И Вот С этого Травмы Я выступала На Юниорском Чемпионате Мира Первом И Заняла Там Третье Место Для меня Это было Прям Плохо Потому Что Я Входила В сезон Фаворитом И Потом У меня Случилась Травма Вот И Как бы На тот Момент Я была Очень Недовольна Собой Там Тренеры Тоже Были Очень Недовольны Но Вот Сейчас Сквозь Года Смотрю И Думаю Что Ну Это Было Сильно Потому Что Я Хорошо Откаталась Самая Любимая Твоя Медаль Получилась Очень Такая Символичная Так Сказать Вот Кумир В фигурном Катании Не Сотвори Себя Кумира Были Люди Были Люди На Которых Я Равнялась Как Ну Прыжки Вращения Их Было Всегда В каждой Категории Несколько Собирательно Да То есть Учиться Повторять Как Мартышка Чтобы Улучшиться Но В итоге Создать Свой Стиль Это Очень Важно То есть Не Когда Тебя Люди Смотрят И говорят О Катаешься Прям Как Слуцкая А вот Женя Медведева Катается Знаешь Все равно И то И то Хорошо Но Для меня Важно Чтобы Именно Мой силуэт Именно Мою технику Мои прыжки Скольжения Вращения Узнавали Там Без моего лица Знаешь Ну Так Любимый вид спорта После Фигурного катания Так А встала Любимый вид спорта Ну я скажу Художественная гимнастика Я загадывала Бодибилдинг Так Да Серьезно Не На самом деле Я смотрела Когда летнюю олимпиаду Очень Болела за наших Гимнастов И Поскольку Из художественной Гимнастики Я знаю Только Дину Аверину Лично Общалась Которые Вот выступали На Олимпийских Играх Но У меня Много Друзей Знакомых Выступали В Спортивной Гимнастике И вот Мое сердце Было Прям Прям Там Прям Я вот Смотрела Это Классно Когда зимники Болеют за летников И наоборот Это Семья Классно Мы С ребятами С некоторыми Оканчивали Одну школу И Поэтому На многих Мероприятиях Посвященных Нашей школе Которая Нашу школу Устраивает Мы Пересекаемся И на этой Почве Начали общаться И вот Так Мы подружились И вот Я прям Очень сильно Переживала Как видишь себя Какой себя Видишь Через 10 лет Знаешь Я наверное Если я сейчас Что-то скажу 21 сейчас Тебе 21 21 21 31 Во-первых Наверное Я скажу так Я не вижу себя Одной Вот Одна Я точно Как бы То есть Ты же будет Семья Я не знаю Одна Я точно Не буду Там Как бы Дети Не дети Не знаю В плане Карьеры В плане Карьеры Я надеюсь Что это будет Что-то Креативное Возможно Спокойное Или Относительно Спорта Спокойное Прибыльное И Связано С фигурным Катанием Да Надеюсь Пробуем Борщ Уже Можно Да Сметана Есть Сметана Сметана Есть у нас Нету Нету Нет сметаны Без сметаны Ну Пускай будет Без сметаны Мы подумали Что ты Как бы Все-таки Вечные диеты Кстати Диеты Соблюдаешь Нет Какие-то Время от времени Время от времени Время от времени Сейчас Стараюсь Чуть-чуть Как бы Себя Ограничивать Но Весь Предыдущий Год Наверное У меня Очень Худая была Очень мало Весила Поэтому Мила Вообще Все что Можно Сейчас Ну так Но знаешь Что в будущем Оно опять Поменяется Сейчас Я скажу Как это Пока Молоденькая А еще Родишь Я помню Мне так говорили Когда я начала Вести А знаешь Почему толстеешь Родить тебе надо Примерно Примерно Так Все-таки Как гоняешь вес Вот Когда надо Похудеть Не ем После шести Заветами Майи Михайловны Плесецкой Просто В принципе Не ем Лимон Я люблю Да Давай К нему Нормальное отношение Не пахнет Рубом Нет Лимончик Все Хорошо Я думаю Что можно Еще добавить Чуть-чуть И мне интересно Я знаю Что борщ Должен постоять Желательно Там Три-четыре часа И только потом Можно снять пробу Но Ты-то убегаешь Да Мы дерзкие У нас дерзкий Борщ Дерзкий Дерзкий Спортивный Борщ Спортивный Борщ Но Ты по-прежнему Остаешься Спортсменкой Понимаешь Это никуда Никуда Оно Никогда И никуда И не денется Я даже Чувствую Это в Каких-то Ну В межличностных Отношениях Между Нами Между Друзьями Я Прям Чувствую В себе Спортсменку Потому что Если Назначена Встреча Ребята Давайте Встретимся В шесть В центре Давайте Я Я Я Как Штык Ты Будешь Одна Первая В шесть Все Опаздывают На тридцать Сорок Минут Я В шесть Буду И Если Я Опаздываю На пять Минут Я Всем Напишу Господи Простите Меня Пожалуйста Я Опаздываю Спортсмены А они такие Да ничего Я еще Только голову Мою Узнаю Узнаю Просто Нашего брата Я вам скажу честно Пока Пока Не пробуй Пусть Чуть Постоит Ладно Немножечко Ты Соцзависима Скажи Вот Социальные Сети И твои Отношения Я Наверное Зависима От Соцсетей Как От Развлечения Но Не Как От Средства Самовыражения То есть Пока Еще не Вкусило Это Мне Когда Скучно Я захожу В тик ток У меня Поднимается Настроение Мне здорово При этом Никак Вот для чего Тик ток Чтоб Поднималось Настроение Я на самом Деле Не Снимаю Обычно Какие-то Тренды Там Танцы Шмансы Вот это Все И Нашего брата Не обижает Танцы Шмансы Это Искусство Хорошо Хорошо Я Понимаю О чем Ты Я Не Снимаю Тренды В основном Я Пока плохо Все Плохо Пока Все Плохо А соль Точно И соль Тоже Точно Я люблю Сомены Больше Можем так опозориться Так Ты снимаешь В основном Я Снимаю В основном Со льда Что-то Очень хорошо Заходят Видео Такие Но С Даней Теперь Ты можешь Замутить Что-то Совместное Он Тебе Подскажет Все тренды Вот И ты станешь Мне кажется Мега популярной Еще и в Тик токе Понимаешь Сразу Звучит Как тост У меня между прочим Между прочим Уже 400 тысяч Подписчиков В тик токе Да Ну что Пробуем Пробуем Можно да Уже Да Уже Я думаю Что мы его Как бы спасли Но Без лука Вот честно Мне не зашло Ну что Куда столько Ливона Это офигенно Ну просто Очень здорово Здоровье Твое берегу У тебя налет Выходить Лимончика Это боль С витамином С Знаменитый Гимнастический Дерзкий Бод Нет Мне нравится Смотри Какие у нас Разные вкусы Влюбилась Походу Наше Ну так Можешь Меня не интересуют Детали Это не то шоу Ну просто Любимое Мужское имя Любимое Мужское имя Ё-моё Чё за вопросы Такие У меня вот Павел Так случилось Я Я реально Не могу Назвать Любимое Мужское имя Но у меня Есть Любимое Женское имя Какое Ася Мне очень нравится Имя Ася Прям очень То есть дочку Гипотетически Гипотетически Ася Да Полное имя Не знаю Вот Асинья Как-то Ну Не трогает А вот Ася Ася Вот прям Мне Очень нравится Даня Я пыталась Не Меня так легко Не возьмёшь Не Всё понятно С этой девушкой Чемпионка Но Вот Без лука Оно как-то Вот Не Не прочувствовалось Но в целом Потенциально Неплохой Борщ получился Потенциально Да Ему надо Постоять Да Ему мясом Нужно пропитаться Да Мне нужно Тебя отпускать Ты бежишь На тренировку Что-то Пожелаешь Нашим Зарителям Пожалуйста Вот На Какая камера Вот Сюда Да Друзья Верьте В себя И Верьте В то Что говорят Вам О вас Ваши близкие Люди Всё равно Это всё Мнение Со стороны И Нужно Иногда На себя Уметь Посмотреть С другой Точки Зрения Потому что Мы к себе Привыкаем И порой Мы не замечаем Насколько мы Крутые Офигенные Поэтому Слушайте Своих близких Совершенствуйтесь И делайте то Что вам нравится И никого не слушайте Больше Кроме своих близких Браво Браво А пока Катайся И радуй нас Всех Мы все Тебя Очень Сильно Любим Спасибо Большое Спасибо Большое И заметьте Работала Просто идеально Как хирург Честно Ни одного Пяточка Потому что Ты У меня Тоже Вот что Значит Спортсмены Пока Увидимся Продолжение следует